так ну что ж здрасте всем двадцатая фирма каумстен фарм если я правильно произнес кстати смотрите как быстро крутится потому что я обратно перенес все на ssd ху прошу где-то 5 секунд и уже во 70 процентов вообще летает так запись идет запись идет забыл сейчас секунду чуть-чуть микрофон поближе теперь все нормально скорость на пятерочку возвращаемся опять на ферму вот у меня стоит урал который мы сейчас будем использовать для одной интересной идеи не знаю прокатит не прокатит 2 евро куба на два куба сейчас мы будем заполнять водой и повезем хотя 5 тык а я забыл скачать блин руслан же скинул бочку из 19 фермы под воду ну а на мыши на нее успеем посмотреть плюс я скачал какой-то там погрузчик на базе кироса что-то его прям там ругает но хотя один комментарий только у ругал а где он и ночью в тракторах так вот он получается дать чудот у нас о маленькие ошибочки нифига себе счет она что-то тут короче ругает у вас короче его пока нет смысла использовать поэтому я на эту вид что мне даже подлоги немного кировец кстати еще обновился вот этот кируйц тот самый тут было написано что можно было получается каркас а вот убирать крылья полностью правда не знаю зачем но пусть будет и получается на квадратную модификацию не то вот на эту получается модификацию можно поставить дополнительные крылья раньше их не было ну и вроде все это я не знаю что такое и знать не хочу все никакая задача кстати я уже немножко поработал вчера за кадром может сказать перед сном тут я получается все спахал сам тут поставил улей тут по моему все без изменений сейчас поехали за водой как а за водой куда ехать плюс у нас трава сегодня намечается как намечается нужно траву накосить потому что тут травы фактически нету тут травы его и вообще нету только сена от хотя бы чем траву завести но не что не жрут как-то мало три куба у нас уже готова 400000 это я продал получается на 5 где это будут вот продано техники плюс я продал тот старенький мтз из мтз который 160 мегабайт и оставил один это за 82 балочник тот удалил ну просто зачем зачем нет столько мтз есть один мтз который хорошо работает вот его оставим урал баба и мне тоже нравится поэтому я его и оставлю чаще по технике но по технике больше ничего нового единственная сейву купил он этому в той серии был так еще раз секунду даме за водой то ехать а вот подожди вот тут же получать спускаемся тут где-то вот заезд потому что овцы у нас не принимают воду с производства воды поэтому поедем так но и так чисто попробовать хочу как это вообще с кубами прокатит нет кислятина компот налил вот что значит компот без этого без сахара с одной стороны полезно с другой стороны с другой стороны на сюда хрен заеду да я помню было место еще одну где можно спокойно заехать нам придется развернуться так как бы это сделать поехали так заедем блин на урале бывает все знала то будет вот так вот маневры совершать вчера еще загружал серию по киберпанку сделал рендер и она весит силу 3 до представлять качество такой же отличная я аж офигел а тут фирма каждый раз 8 10 и капец какую-то почему фирма так много весит в плане записи по производству вроде бы все на я же еще пшеницу с ячменем завез и ну вода уже было и все получается учитывая какая там скорость перед а я думал что в воздухе висит дучу такую-то блин не надо было там повернуть заехать еще в такой поворот поле как ведь у нас готов блин по идее еще надо тогда трактор с косилкой ой с косилкой с культиватором еще поставить джеку синичный например мтз ой нет мтз 150 чего я поставил потому что они должны потом урожай давать но я конечно часто от них толку нет они просто мед производить там один палец уже скоро будет готов сейчас наша задача это просто накормить вот этих вот товарищи которые дают нам шерсть но в очень маленьком количестве ну куда деваться тем более их очень мало как бы можно их стадии докупить что мешает мне их докупить кстати мил просто интересно смогу ли я подцепить мы временем я смогу подцепить но будет ли кормушку воспринимать эти бочки губы и чтоб можно было выгрузить из них мне вот этот интересно если не прокатит у не прокатит куплю просто бочку да и все или тут контейнер например но опять таки это нам каждый раз подъезжать его ремнями цеплять выгрузить на обратном пути заеду о то есть точнее поеду и закрой поле какое шикарное вот тут да 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 вот вот это место интересно то что я ремнями зацепила не мог заливаться а ну а как они будут наполняться так разворачиваем это мы отцепляем уже кстати порт один открыть так чтобы было хотя бы и попробуем в принципе блин получается топор вообще никакого толку сейчас потому что они даже земли не касается ай блин опять не то лично я путаю а он сразу два подцепил ну а давай два хотим если это поможет конечно а я же хотел еще купить урал без борту серьезно не получится никак и чё получается их нужно обязательно использовать так что с погрузчиком что ну блин это не интересно ну да понятно все тогда продаем жалко конечно но ничего не поделаешь тогда нужно что-то для воды купить другое ну как время хотя бы эту бочку взять или пока им просто ничего не давать после записи скачать бочку меру сван скинута и и потом будем использовать сейчас нам нужны семена да раз семян у нас нигде нету а как и семена нужно культиватор культиватор для наверно сто пятьдесятки а пассив медаль каплин там же сеялка большая сейчас заодно на урале туда и поедем на магазин настроим этого с культиватором сразу поставим с селкой и наверно поедем косить опять-таки мне не на чем будет косить я еще не знаю что там стойка сел киску на уж эти три наш помн 90 хочет как вариант конечно купить какой-нибудь средний трактор повезло или же чего-нибудь другое взять я хочу у нас есть блин у слишком дорого а в маленьких чё у нас тоже принципе ничего такого есть только вот этот мтз взять ну он посмотрим да блин ничего не закрывается что как-то подлоги не удалюсь это связано с этим ну вот кирвиц пку до сих пор вылазит это наверное из-за него меня немножко подлагивать на буду тогда удалить в обязательном порядке а ну в принципе эту селку продал но у неё же были культиваторы дисковые можно было сразу ей использовать а вот у амазоновской селки получается у нас нет культиваторов значит нужен культиватор или активный как мы не культиватор но активный культиватор по-моему много лошадей хочет но у меня такого трактора нет как бы есть но с таким маленькой косилкой селка ездить сейчас мы едем за культиватором какой только брать дисковый или такой плюс надо будет еще косилку посмотреть переднюю у меня же есть какая-то косилка которая была уже на старте пяти или шестиметровая или четырех который в бок так отъезжать а чуть ли 60 лет она в принципе так нормально куда тут спешить карта маленькая так что у нас по звуку по звуку все нормально елки-палки а тут уже мтз стоит ждет от сразу а да 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 он как раз ту селку вчера таскил который за 130 тысяч шовы так че у нас тут по культиваторам это получается у нас на сколько на 5 метров 180 кубов суши идеально подходит для 150 к 12 опять от нас с одной стороны зачем небольшие культиваторы но это всякие конфигурации полно зубцы можно менять можно какие-то фиксированные помню ставить вот такие вот типа глубокорыхлитель а это что такое а это типа предупреждающие знаки для транспортировки но это менее надо две тонны конечно весит но по лошадям идеально подходит плюс пять метров брать не брать но количество штей никак не влияет они по глубине только меняется это возьму маленький пока что хватит такого вот на 140 к был правда он и весит столько же это вообще 700 килограмм весит он идеально кстати дремте захи подойдет ну вот как раз мтз х будет у нас получается с культиватором а сейлкой будет уже сто пятьдесят к неплохо цвета конечно такие себе ну ладно берем 700 килограмм 2 5 метров 15 скорость 90 к был у мтз х у нас получается 105 к был принципе подойдет мне даже не обязательно было сюда ехать и она пусть пока тут стоит это вот тут и мы а сейчас чуть при а нет нет смотри опять началось вот вот эти вот шланги лечить такую они почему-то мигают текстуры сами непонятно чуть за шланг он почему-то в движении начинает мигать я вот не помню это мтз можно поставить противовес принципе он 700 килограмм весит это вес разу а так пусть он едет пока получается на коронник сможет доехать не может пусть пока ездить на базу нам просто семена еще нужно купить вот он и с мешками кстати заодно сейчас будем грузить с помощью крюка они траверсы я сколько мешков то взять мешка тваны на хватит и кстати это силу к которым нас сейчас наличие она получается она только семена вот два мешка сам это известь еще надо забрать и выгрузить тут разбрасыватель можно таки будет учиться стоять вот так он полный целый стоит тем более надо забрать крюк пока нам не нужен пусть валяется тут надо кстати убрать с него эти ремешки хотя мог сразу два мешка зацепить моделька и магия тут 19 фирме такого по моему нельзя было сделать а это же нужно переключаться каждый раз на мешок да блин вот именно к на мешок переключен я не могу вверх-вниз и получается ну да только вверх не снимал каплин может урал сразу сейчас поменять короче да сейчас я урал буду менять опоры все равно земли не касается поэтому можно и так ехать я еще в ту серию хотела поменять так 50000 ну ладно хрен с ним 10000 у нас улетели так теперь нужно взять вот такой вот он был сразу его и брать двигатель сразу мощный поставим бампер тоже колеса на какие-то другие ну хотя бы такие цвет такой же это такой же но за все зато не платформы никаких бортов а этот чит разгрузки мне в принципе нафиг не нужен жалко крюк а подожди по-моему же где-то крюк можно было вешать не крюка сам траверс по-моему где-то спереди можно было вешать 19 фирме такой был я что-то помню где-то у кого-то и на видео видео читал так бросал есть конечно при конверте то фигня сохранилась или сзади по-моему сзади блин а вот этот вот 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 он из крючок стать вот он вот я даже сейчас приближу чтобы было видно вот он крючок для вот этой траверс вот надо подумать как его поставить чтобы его зацепил по идее вот так и надо работает блин так постоянно будет переключаться на кран опять ну и далее как можно место чтобы здесь его бросать правда он все равно зафиксируется ремнями поэтому это было необязательно делать да иди а он не переключается на этот сразу оба подальше вас кино чтобы он впереди висел а блин немного путаю управляем потому что мне кажется 19 было на нем другое теперь надо еще тот мешок забрать да куда ты а уже теперь со скриптом может дольше ехать и здесь по ходу потяжелее будет раскран так немножко реагирует на нее ну-ка сколько на весть семена получается 600 известь 750 уже сразу все это фиксируем блин а есть забыл я не помню кто-то не писал кто-то писал в комментариях 19 фирме еще на балдейкина что можно так повесить и намного удобнее чем-то там где-то в кузове его бросайте потом искать вдруг она еще улетит куда-нибудь а я 60 ехал на будем также 60 ездить во времени пока все нормально подожди а сейчас спасибо вообще можно делать интересно поле получается у меня полностью удобрена вроде известь есть удобрение получается спасибо хочу еще ну прикатать потом каток у меня есть сейчас получается чуде он гоним мтз их у будем 150 q и получается запускаем на ток наверно мтз их и дать немножко проходов прийти чтобы это за их и не догонял ну что сейвка вам пошире будет чем тут культиватор тесновато конечно тут немножко бывает на урале по моему платформу покороче что ли или мне кажется не нам кажется так где бы мне стать чтобы не мешать можно принципе там стать спокойно а иван поехали туда тут у нас чуть а блин тут два этих засранцы еще стоят в смысле грязный так здесь имеем тезе надо сейчас на базу догнать заправить их еще на будет ну какие чумазы или в транспортный режим не буду складывать я думаю потом вот этот купила греха который не греха река он там автор который подороже дождик надо еще колеса поставить нормальный теперь о смысле стандартный блин есть у меня мтз и это будет занят причем я буду косить точнее на чем зацепил видим это мтз и там будет слишком тесновато мне кажется мойка я конечно немножко неудачно конечно поставил ну ладно опять-таки я забыл скачать мойку эту мобильную в принципе не страшно приехал на базу это помыл проблем кстати мтз я заметил что он пачкается именно вот нижняя часть корпуса а то что внутри как обычно было то есть кабина не ботов вчера еще стоял real dirt но он почему-то меня не запустился там какая-то ошибка была улажная и все ускорясь это гусеничная техника не давал грязь помогает другая стала сама текстура или мне кажется кстати у плуга почему-то нету износа ведь у нее краска как осталось таки есть не блестит даже на будучи тут посмотреть у 150 может он блестит все чистый для тебя теперь поставить этот пункт жалко что нельзя отцеплять в транспортном положении но пуг еще нужен потому что вот еще у нас поле лучший рулоны на будете собрать сию куча надо тащить уже принципе сюда в ангару засунуть тут у нас комбайн только скучает и все вот рядом с комбайном поставлю надо конечно опустить по хорошему и теперь надо вернуть ему обычные колеса спарка ему сейчас абсолютно не нужно и вот вот это соседнее поле нужно были косить еще он тут скок второй как написала один человек вчера где-то 240 тысяч у меня должна выйти и почему фору то не сделали прямо напротив вот здесь а вот тут заезд какой-то сделал день и колес может мы перекрасить и чуть как-то не тоже с белыми намного лучше смотрится вот и все можно по идее прямо тут оставить он тоже никому мешать не будет вот тут его пока я ставим так 150 к только что было в принципе вода у них еще есть принципе терпимо потерпеть немного ну-ка этот пункт и чё у нас вот у него видите уже износ есть это был кстати от ааа моддинг поэтому в принципе он должен быть нормально сейчас его помоем еще блин а как его сейчас дотащить до базы то есть только через поле перемахнуть можно принципе на урале его дотащить ладно погнали так по боку ух ты же у него еще топлива то нифига не осталось пустой бак почти заодно кстати силу позаберем заправим помоем и отправил в путь точнее еще его на заправить саму силу можно было конечно казахстанцы купить но у меня его к сожалению нет теперь она в коллизию какой-то не врезаться никого никого никто не палит мне за счет кажется вот это поле есть тут нужно только и здесь а еще вот это поле есть у нас там по созревать до сих пор растет тут получается только нужно и здесь пахать не надо сразу на заправимся этот трактор хорошо используют с этим полем потому что все рядом здесь же подъехал и заправка пошла вот мойку на тука где-то в другом месте поставить наверно а его потом стоит как узнать сколько у меня вообще топлива там осталось наполнить бункер а 2 600 осталось в принципе то очень много хотя я здесь еще заправлялся с газиком 53 на 2 куба значит у меня было наверно 5 кубов общая вместимость зилок стоит отдыхает кстати впы стал нормальный после обновлений драйверов на windows вообще стал все отлично работать ну или можете то что перенес на ssd ху может быть кстати он кстати за время работы за толком не попачкался даже единственное краска немножко слетела вот сейчас посмотрим насколько он износился точнее краска как у него слетела нифига с тут свой какой сначала подумал не моется вообще а так смотри у него краска вообще слетел хотя не помню когда его покупаешь магазине у такая же такой же вид так пугам не нас пуге они от смотри краска есть это только цвета у этого по моему тоже краска слетает когда полностью раздолбаешь так почему только 165 165 к было кто-то же писал что он вроде для кировца идет а не для 150 ну хрен его знает и вообще какого хрена он дороже вот этого пуга поворотного бэн который намного лучше по сути его автору ведь не этот пуг можно принципе бросить где-нибудь тем более маленький много места не занимает вот прямо здесь вот кинет ищу я на него так и оставлю принципе вообще хорошо подходит таким вот средним маленьким трактором ну вот и все и погнали засеялки противность получается меня на 800 килограмм сколько будет сама сил конечно весит при полной загрузке а мне кажется 150 справиться с весел сейчас надо через поле перемахнуть и все вот только дождик опять обещает так подожди вот я поехал даже не посмотрел если сейчас смысл усадить все это дело сезон посадки да и есть время как раз на сентябрь и октябрь подожди а чё будем садить пшеницу или ячмень или канулу вообще как бы в моих производствах получается больше нужен получается ячмень потому что мы делаем клубничный сидор видите всего 100 литров это получается за ночь только потому что он сто двадцать процентов зато тут я заметил клубника больше всего выхлоп но она и стоит копейки дороже всего получается у нас выходит салат но он тоже меньше всего производится тут как бы у нас все нормально что у нас тут пилеты пилеты нужно вывозить потому что солома все окончилось оказывается на польской карте мне же не нужно было этот щипу привозить потому что вот можно было отдельно из щипы делать пилеты щипы на пилеты солом нужно было прийти просто топливо по этот самому самую воду и что как то так кстати да еще же вышел этот бэга модульная воду заказа столько всего тут есть бункер модуль ферментация модуль конвертирует биомассу в энергии метан-ан-дегистат это чё у нас ферментатор это какой-то большой пост ферментатор конвертирует ферментированную речет там резидентах полкова энергетик инметан а получается он не дегистат превращает в метан и этот электричество конвертирует и ттт на 5 конвектор это часто центральная лидманур сторож я еще совсем не разобрался но мне кажется это даже выгоня чем стать вот эти вот маленькие и большие тем более все это модульный у нас как бы есть конечно бы га уже на карте но не знаю посмотрим можно будет отдельно обзор сделать на эту бэга посмотреть что конкретно лучшее что хуже если вообще смысл в этом там где у нас а так она часть этого основного участка идет поэтому нами на старте игры по блин как бы сейчас от я щас ничего не могу делать еще с культиватором это за ней приехал сейчас получается нужно только заправить стану где-нибудь тут чтоб не мешать да я не собираюсь ничего делать а и здесь почему-то не фиксирует блин и здесь бы на самом деле выгрузить бы уж здесь она сейчас не нужна и нужно на базу оттащить треугольник я тут чувствую тысяча литров ну вот тут и оставим то можно будет разбрасывать им сюда подъехать да просто так загрузить без подъема мишка по-моему вот тут у нас косилка стоит писал человек вчера в комментариях что он кое-как его вытащил а вот она кстати ну в принципе наверно получится как раз таки тем же мтз ага подожди тут темп за час занят будет ничего получается тридцаткой только остается косить долин есть 30 это надо еще переднюю косилку брать кстати превьюха неплохая час выйдет сейчас делаем заодно главное откосилку и над сеюка не проводить дальше вот идеально правда опять урал будет на превышке как это врубаем это врубаем уже весьма неплохо смотрится правда название будет немножко перекрываться чуть-чуть буквально нет не то освещение пойдет если чуще потом за кадром сделал 1200 поместимость поэтому получается мешок еще мешок лезет все можно принципе один мешок залитый еще точнее засыпать следующий мешок потом и не не буду сейчас его высыпать но хотя можно было еще конечно засунуть все теперь переключаемся на мтз нет не на этот мтз и не на это а он же у нас виде точки отображается на карте поэтому можно и не найти даже в принципе блин два с половиной метра усилки какая ширина как вариант конечно можно еще и тридцатку загнать с культиватором но метода будет нечем вообще косить плюс наверно еще будь также разворачиваться как с этим с пугом я на самом деле все не обязательно делать можно и так запустить так как его запустить то чтобы он нормально разворачиваться есть только вот так он таких вот местах будет тупить скажешь все я закончил все давай покажи чуть умеешь ну вроде прямо пошел я немножко лесенка просто выровнялся короче пусть 5 минут поработаем потом запустим же силу теперь нам надо получается на тридцатки забрать ту косилку и купить как вы еще переднюю тогда о чем стал буш на и принял уже на сколько дней не заходил сюда прицеп для топлива как удачно уже появился но мне в принципе нафиг не нужен силосник big x тем более елки-палки 1200 кобыл и 400 тысяч но опять таки я не знаю есть смысл брать силосник или нет блин предложение кстати очень хорошее но не знаю у меня получится какая куховская кухня короче значит берем вот это что полный комплект был 3 метра 60 кобыл и 80 метров 4 4 метра 2222 берем так это че у нас а тут кирвиц удалять потому что что-то с ним какие-то проблемы блин на таком тракторе косить конечно таком поле даже не знаю в принципе он такое большое но посмотрим поехали получается за косилкой 37 минут в принципе основную работу мы уже выполнить кроме покоса от хотя бы скосить сегодня поле а следующей серии уже получается да нужно к сети кормушки полностью забить травой насчет запасов не знаю может буду делать рулона тем более пресс-подборчик есть такие так буду рулона делать кстати я же еще вчера скачал такой пак животных там по моему был разбрасыватель соломы это у нас мешалка это плачать спортативный а он к чему подходит это че такое а это конфигурация ошибок нету подробности чуть непонятно к чему а это у нас получается тоже мешалка но это мне все не надо тем более тут цены видали какие вот скорее всего выдуватель портативный но непонятно телескопом ему подойдет интересно нет если подойдет это будет шикарно тут прицепе сразу продам какая-то дверь чем отличается она просто складная и она похожа только для квадратных тюков наверно несколько категорий даже подлиннее покороче ну посмотрим вместе чего вот этот возьмем еще с этими семи емкостями разобрался что у них тут вообще есть нужно теперь сюда заехать блин на таком тракторе конечно все сюда вряд ли заеду ну посмотрим заехать на заеду но потом не выйду наверно с косилка тем более аккуратненько смотри-ка заехал блин то мячик противец по моему остался сейчас хоть напишет можно было просто скинуть на магазин точнее на базу но нет так будет слишком просто бринал час будет проблема потому что она будет упираться в стенку уже уперлась до нафига и автор сюда засунул я вот этого не могу суши и правда теперь вот проблема с ней выехать да зря заехал на таком тракторе себя наверное автор комментариев тоже заезжал на этом тракторе ну или на что-нибудь подобно блин чуть-чуть не хватает как вариант конечно можно арендовать маленький трактор но нет сейчас мы выйдем о почти выехал немножко косил конечно покоцали вообще без проблем выехал так теперь нам немножко вперед и назад стать блин тут уже а а вот сюда просто поедем да и все у меня же камера теперь еще плавно поворачиваться потому что я поставил тут мод не пойму вертик на синхронизация что ли вырубился красота а переднюю косилку я просто сброшу смысл мне тащиться на целый магазин дождем в какую сторону ты едет ай блин тебе на урал щас будет еще мешаться надо отогнать на всякий пожарный опять один этот проход пропустил немножко тут получается должна писать как она там же не вид цели как-то фигня называется а рассадница по он культивирована а это что такое серые а как добиться состоянии рассадницы интересно хрен узнать короче сбрасываем ты на косилку и погнали время получается 41 минута 10 минут у нас есть на покоса пару проходов сделал переключимся на 150 q и пусть получается начинает пассив вот в таких вот загонах я наверно не смогу уже косить она будет чисто на мтзхе заезжать блин с такой силками кажется и правда будет сложно лада усею и косилку нажимка и длинная заправлять наверно пока не буду в принципе пока еще нормально топлива противовес еще надо сейчас бросить кашь почаще от третьего лица еще ездить так противовес а он с этим сброшу да еще полторы тонны ну слушай по цвету не почти подходят по чуть не автомат начал пинаться немножко смотри ну-ка сколько он весит 700 килограмм это он вообще не почувствует даже вот самый главный плюс этого мтз один из самых главных плюсов сейчас это то что у меня есть переднего правда я смотрю что у него по-моему не подключилась или мне показалось подожди по-моему у него одного выхода не хватает у этой мтз потому что одна болванка он это поможет 12 вольтовая да вот она кстати не подключилась получается твой выход этой нету получается под гидравлику только это же по-моему под гидравлику вечно путают с эти выходы а под электричество тут никаких выходов я не смотрю нету может так и должно быть не знаю блин зачем автор вообще там заправку поставьте можно было вот тут ее поставить идеальное место какая-то бочка я уже забыл чего не можно заполнять вот поедем с третьего лица я вот только не помню где нужно заезжать кстати на поле то само именно вот сюда вот тут просто не помню есть заход или нет может не рисковать можно принципе легко проверить где уж вот так вот по моему там есть заезд или нету да ладно нету что ли заезд ну как бы тут просто кустики есть но значит получается нужно ехать отсюда а вот получается через конюшню это по моему свинарник значит нужно ехать вот оттуда через дома не получается у тебя уже заезжать ну туда задний ход вот наверно заодно сейчас как уже доедем до точки можно будет ли это запускать сейвку время у нас еще есть да соседина ли скоро меня на это жалобу напишет нашу до полян всего сломался и у и 7 косилку вечно что я путаю можно конечно еще и ловец косить но это я потом буду я сначала в этом большом загоне пойти его можно вообще потом спахать и посадить чуть-чуть у нас чем вот тут кстати какой-то триггер непонятный что он вообще делать вот тоже картинка кайт муж кстати ну-ка так серьезно так часть секунду а слушайте оказывается навел переводчик на это место и пишет что это убрать хлам в сараях это как у хлам интерес сараев ну-ка секунду какой хлам они имеют ввиду видать какая грязь с помощью параллакса сделано ну какая прям реалистичный так триггер получается где-то здесь что ли честно говоря я чуть-таки не помню чё за схлам в сарае кто играет на этой карте напишите пожалуйста что значит этот триггер что конкретно тут они имеют предлагает кстати у меня же еще куры есть может лучше завести тем более твой какой загон у них почему-то трава он как я тут на специально дороже идеи так сделаю тебе обязательно было закрывать давайте куру щеку принципе мне кажется не всем пригодятся например я буду хоть производство запускать связанное с ними их тем более никогда ставить а чего надо участок почту нет он куплен а он перемещен так животных не ползает значит они же получается яйца не будут давать если их молодым возьму поэтому возьму сразу больших 100 штук так наверное возьму ради интереса 30 и одного петуха и посмотрим будет ли у них цыплят имеется виду эти модельки а здесь петухов хватит идут раздерутся блин ну как полетел мне от курятник понравился на этом как она этот карте назвалось пока вот недавно же смотреть а в этот старый ручей ты этот нам получается куры прям по загону холе точнее по двору это чего вас курятник такой что или не в машине прям а вот триггер получается сушь ты по моему какая-то наша машина горбатый что ли я не принято еще жиротву на будет привести потом чем надо зерно только превьюшка кстати нарисовалась правда освещение не совсем плохо но давайте попробуем ну или спрос на память все карте погнали сейчас доеда точки и переключим хтз ворота пока не будут закрывать тут не животных никого смысл закрывать вечки но у них потом будем косить почему-то тоже травы нет кстати вот еще загон какой-то аккуратненько максимально аккуратно а это свинарник блин свиньи как-то меня пока особо не интересует в этой фирме если бы их можно было на колбасу пускать то можно было ночью пока ни одного такого производства я не видел парень уже 50 минут у я еще врезался по манды так нажимаем counter x и получается начнем к себе ох тут оказывается забор есть для боли а я захотел на перемахнуть сканируем в принципе нормально поставил сколько получается 90 градусов опускаем до конца поле не буду даже потому что там вдоль буду так приезжать ну молодец но ему эти косилки как на один зуб можно сказать ну как втопил сразу аж фпс немножко просил это то что в зоне прогрузки техники как нам надо будет все получается волковать о нет него ковать дав руковать и нужно будучи купить здесь я уже не купил и не спрятал день немножко неправильно сделал от полу раньше поворачивать а тут получается по новой нужно строить вон как или то нужно где-то у нас к смещении есть значит нужно каждый раз по новому и так понял болен ты хреново кстати значит чуть-чуть сторону сместить и каждый раз по новому получается настроить но зато все по gps все ровненько все красиво кстати на 150 км переключиться это мтзх у нас теперь получается полностью зайта на покосе сначала хотя бы это четвертое поле скосить и потом если не забуду на будку еще попробовать тем более отдельной категории тоже есть для этого аппарата все короче тормозим пока что вырубаем и глушим так где это вот уход за пазович газонные катки и пополнники повышают урожайность полей все равно я чё пока не понял то есть я проеду на этой фигни по полю она как бы сбросить стадию роста и получать мечу урожайность будут вышли лечу я вот этого не могу пачать пока вкурить так тут у нас чё много тоже сделано уже так-то прилично я не знаю есть смысл сейчас конец серии запускать хтзху и тут в конце я буду же сам наверно тоже доделать ну-ка давайте одну проходку сами поедем ай блин подожди я же хотела ячмень садить тем более ячмень то у нас получается идет на производство сидора а сидор у нас как знаете стоит 2 600 2 сидор дороже всего но опять таки учитывая скорость или марина там проходка будет получается пшеница это вот пожалуйста без проблем тянет если бы тут прям была такая такое ограничение типа ты подъезжаешь полюс такой силы к тебе говорят сначала нужно культивирует туда так в принципе можно это забить и сразу так уцелить я и жизнь так тоже делают принципе это мтзх а так-то быстро справляется так теперь мне интересно как он будет разворачиваться да никто тебе не мешает не туда-то не уезжай ну да значит нужно будет пройтись вдоль вот так вот ладно тогда это мы будем уже делать следующей серии я закладываем вот эти тулу к только отобью на силу вот вот этот угол вот этот получается угол чтобы они тут не тупили ну и все получается в следующей серии уже продолжим это пока стоим тут мтз и как раз вовремя все хорош ну культиватор стерся немножко сейчас пока непонятно помыть и тогда увидим мед 59 литров пока это тоже мало так где у нас производство болеет я же забыл кое чё блин отчете колес провалить вот это мы все оставляем вот это нужно сейчас все продать как бы время есть почему этим заняться тем более один прицеп скачал так он наверное ухты это чё от урал что ли да ладно это же от этого от там от карла от каразовского пакта их но тогда получается тут какой-то еще и прицеп должен быть да кстати прицеп есть если у него грузоподъеме 42 тонны блин с отбойником колеса не кстати неплохие а на обзоре то я это не посмотрел вот а вот на этом прицепе я хочу вывести хотя у меня есть вот этот зил можно принципе на зил все это погрузить хочу давать под конец серии прокатимся продадим более стоит тухнет на я уже так зилок тем более на можно сделать вот так и все тот прицепе по вам даже хотел взять на польскую карту они на эту и время же 56 минут ну ладно сейчас тем более телескопом намного удобнее стал кузить потому что есть вот этот вот этот моргаловый калю которые с ремнями которая при нам вот это мтз хоть запустить пусть пока работал ну ладно сейчас доедем спущу не вышку к сожалению я удалил потому что нам даже с физикой на к сожалению не такая все равно мне вот этот пикапчик больше понравился и это по сути один из первых таких американцев грузовичков которые получается мало весят и выглядит принципе неплохо а то в 19 фирме скупань там по 200 по 400 мигбайт весили куча бесполезного тюнинга весят блин просто до хрена зачем такие тяжелые моды делать а блин надо еще наверно ставить вот тут а ну да в той серии я уже говорил это она будет потом забор немножко выбирать билеты я потом буду возить тем более на этом на зилке это будет сложновато делать а ремни а ремни есть уже хорошо все а подожди мтз хочет сразу запустим чему у него вместо значка трактора . товарищ автор надеюсь ты меня уж 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 и и это исправишь интересно наш какие культиваторы уже вышли именно навесные лицами это я уже видел от навесные он и найми ты стали больше зарабатывать или мне кажется не стала его продавать как видите газончик у нас тоже стоит . даже топлива вот и бочки кстати есть одна особенность сейчас покажу например вот так не бросил оба не валяшка удобно кстати но зато вот этот пикап ее хрен засунешь по нормальному а если фиксировать ремнями начинает как-то колбасить сам грузовичок выгрузку из теплиц я организовал очень хитро кстати разгона эту хитрую систему не сломать так вот подъезжаешь примерно папа и 2000 те уже в кармане уже два готова у нас еще еще мало ну клубника очень быстро производится но опять-таки она стоит дешевле всего смысле блин руслан же прописал чтобы можно было получается возить все в этом силу я и забыл зараза ну с одной стороны надо с другой стороны как бы не обязательно это был и эта штука не а как я тогда сейчас эту повезу капусту белья хотя бы просто в картонках этих повести они вот так вот блин тогда нам будет прицеп покупать плана тогда пусть у нас зилок едет на продажу томаты где у нас дороже всего томаты так тут никак нельзя а ну вот получается марки это получается на моя как это модовое да пометить они из этом хоть и моя модовая но цена в принципе там вроде как должна быть адекватно тут у меня конкурс станет сделаем соединился на 10 соединился езжай на покупку так 90 тебе не надо ехать и получается я бы 60 начнет поворотах а это нужно получается скорость где-то будут а вот скорость повороте вот 60 процентов чтобы он не гнал в поворотах а мы получается купим этот прицеп все таки как чего не тут цвет цвет на чуть такой темная поставить его цвет обода вам стальной оставляем тогда главное чтобы он к пикапу подсоединился нормально так да блин сразу туда сброшу и пикапчик как бы попади в него еще блин там же ящик один был с капустой только видите для этой карт я немножко перекрасил у него есть еще отвал я вот так и не нашел почему-то нигде вот очень не хватает мод-менеджер 22 фирм блин с таким прицепом с такими габаритами не знаю хорошая это была идея или нет ладно погнали сейчас отвезем капусту и это и в принципе закончим и серия получается ну ладно опять на час получается надо уже на самом деле стрим запускать как-нибудь но это уж потом это кто и куда а это этот по их двигатель по моему я топовый поставил но опять-таки это махина 7 7 тонн весит а лошадей у него получается в топе всего 210 по моему я уж не рассчитываю что этого прицепа какая-то анимация в плане подвески подожди а 25 поле чем можно убирать что ли я чуть не пойму можно играть и чё никакого контракта даже нет на 25 поле у солома поставка за 700 абсолютно невыгодный а сколько стоит 25 поле блин но если как вариант временно продать вот это поле купить вот это ну или даже вот это например то можно принципе его взять и убрать тем более получается единственное поле которое мы можем сейчас себе позволить в плане уборки комбайн у нас есть хранилище есть плюс у нас будет опять куча соломы халявный поле это удобрять я все равно не буду ничего делать соломы все заберу да и все 4 минуты наверно давайте сделаем так я сейчас доеду продадим помидоры а это мы повезем уже следующей серии сразу потому что времени уже прошло до хрена если хотел одну немецкую карту скачать посмотреть молодец сейчас я только сразу развернусь кубика у меня пойдет чисто на производстве сидр потому что продавать ее но не слишком выгодно а это вот и прям поставлю еще все мешать никому не буду каил могу без супер силы поднимать не могу потому что 400 килограмм это тяжелый банк грузит это я куда а это я не сюда приехать между он туда на тот магазинчик два куба получается помидоров а чё нас по колебаниям цен есть смысл вообще продавать ты час ух ты же блин а у нас что получается на носу щас сентябрь а подожди в сентябре самые высокие цены а на клубнику салат в октябре резко резко упадет прям ну да это же сезон урожая получается ну-ка ну так то неплохо 1700 учитывая что там ну хотя мы тут завозим уже и пиши до удобрения по-моему и этот семена ну все на этом моменте давайте заканчивать всем спасибо за просмотр лайки и дизлайки ну и всем пока ну а но ну ну ну